Утро на Елисея Начало сеанса это больно, ну неприятно, а середина сеанса, она не чувствуется, кожа как будто привыкает и вообще нормально. Тело Юры с подросткового возраста покрыто татуировками. Вначале были иероглифы, их и другие, как называет их парень, ошибки молодости пришлось закрасить. Теперь левая рука плотно забита краской. На остальных частях тела новые, уже обдуманные рисунки. Сегодня последний сеанс как раз для одного из таких. Юре доделывают тату, портрет Хайзенберга, героя сериала «Во все тяжкие». Бьет слава, мастер реализма. Причатали работы и лет 13 назад я смотрел на них и думал, ох, какие шедевры, просто там такое, прям ребята золотые руки. И посмотреть на эти работы сейчас, сейчас эти работы делает середнячок, средний мастер. Тату индустрия, именно реализм, он очень сильно шагнул вперед. Реализм – нестареющая классика. Большинство тату в России и Европе делают именно в этом стиле. Чаще всего набивают животных, медведей, тигров и волков. Или портреты. Вот, например, Тарантино на искусственной коже. Не отличишь от фото. Барьерная защита обязательно, все это заматывается. Все, что не заматывается, все, что неодноразовое. Одноразовое – это носики, иголки, барьерная защита. Все, что неодноразовое – машинки, держаки. Машинка обязательно в барьерной защите. Держак, он потом замачивается, стерилизуется. Стерильность обезопасит вас от инфекций, передающихся через кровь. Исключения не составляют и так называемые «партаки» – минималистичные картинки, не связанные между собой единой композицией. Раньше панки били такие друг к другу в клубах и квартирах. А сейчас то, что напоминает наклейки на холодильнике, получило новую жизнь и стало самым популярным тату-направлением в США и Европе. Олдскул – это жирные контура, часто цвет. У них это очень распространено. И у нас, видимо, тоже набирают обороты оттуда. Я до последнего времени думала, что татуировку никогда не сделаю. Но ощутить, что такое ходить с картинкой на теле, все равно хочется. К вопросу подошла радикально – делаю надпись на лице. Модную, как у Моргенштерна. Кстати, я не первая последовательница. Тату, как у популярного рэпера, частый в последнее время запрос. На лбу у меня теперь написано «блейсит». Это в переводе с английского обозначает «блаженная». Посмотрим, как к такой блаженности отнесутся прохожие, горожане, жители города Красноярска. И вообще, как они относятся к татуировкам. Нет, я не люблю татуировки. Почему? Нет, я противница. Почему? Явно не на лице. Почему вот? Ну, некрасиво. Здравствуйте, я вас что-то… Категорически против. Татуировок? На лице. А меня вот не украшает разве? Ваша нормальная. Правда? Вы первый человек, кто так сказал? Прямо красиво, украшает меня. Ну, не сказал бы, но красивая. Нет. Почему? Ну, и так вы красивая. Я помню, мама моя, у нее было две буквы было. Почему, зачем она? Она всю жизнь переживала. На лице не очень. Почему? А? Почему? Не нравится. А не, на лице. У меня сам весь забит. Покажите что-нибудь. Так ей понравится, но на лице не очень. Отлично относимся. Я вообще хотела себе набить на лице, но это очень… На лице, во-первых, это больно, во-вторых, это… Да не больно. Это больно, это кость. Ну, блин. Ну, просто, это… Ну, лицо, это вот как бы типа зеркало души, как глаза.